Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Светлана Морозова и вы на моём канале ЭКЛП Хатомская. Вот сегодня я собираюсь приготовить салат и и горячее и всё из растительного сырья. Здесь у меня замачиваются одуванчики. Я по ним уже соскучилась. Давно их не делала. Они сейчас уже сильно взрослые и сильно горькие. Но меня это не остановит. Я их вымочу как следует. Может быть, даже попробую и на два раза вымочу, но применять я в своей кухне буду их всё равно. Ну, королевой балла сегодняшнего будет мокрица. Вот о ней и будет сегодняшний мой рассказ. Лебеда скорее всего пойдёт в горячее блюдо. Сныть тоже. Сейчас ещё пойду и нарву лука джусай. Сейчас вам покажу его. Вот, посмотрите, какой красавчик. Он по виду и по вкусу. Напоминает зелень чеснока. Вот и листик такой же плоский у него. Но он более нежный и дольше сохраняется вот именно нежным. Если зелень чеснока со временем грубеет, и её потом не угрызёшь, то этот лук всё-таки дольше сохраняется нежненьким. И он тоже точно так же, как и чеснок, даёт стрелки, которые и в салате, и во вторых горячих блюдах прекрасно себя зарекомендовали. А полезные свойства у него точно такие же, как у зелени чеснока. Ну и аромат, соответственно. Сегодня для приготовления моего горячего второго блюда понадобятся черешки лопуха большого. Вот зелень я сейчас отрежу, а черешки пойду помою и порежу их на кусочки. Покажу вам. Сначала я порежу черенки лопуха на вот такие вот кусочки. А потом отправлю их ещё дополнительно мыться, потому что мыло я мыло их, мыло-мыло. Но вижу, что ещё надо помыть. Ну, какие-то будут помельче, какие-то покрупнее, это не суть важно. У меня уже стоит вода, в которой я буду их отваривать. А сейчас я их помою. Итак, друзья, пока у меня на сковородке обжаривается лук. сейчас сейчас я ещё добавлю морковку. Потом пойдёт сныть потом лебеда. А через килопуха скоро закипит вода, я их отварю. А потом закину в холодную воду, очищу от плёночек, которые покрывают и потом уже на сковородку. Так что наберитесь терпения, пока делаем салат. В салат я порезала уже огурцы и лук джусай. И сейчас пойдёт красавица накриться. Раньше я с ней боролась нещадно, постоянно. А потом, когда узнала о её полезных свойствах, вот так стало, что хоть разводи. Ну, её, в принципе, не надо разводить, она и сама растёт. Такая настойчивая, такое ощущение, как будто природа говорит, что тебе необходимо это кушать. Вот, я услышала подсказки природы и в прошлом году я её впервые попробовала, мне понравилось и с тех пор я кормлю мокрицей всю свою семью. Так, нарезаем мокрицу. Она по вкусу, ну, не сказать, что бы уж очень вкусная, чем-то напоминает салат. мокрицей нарезаем петрушечку, черешки пойдут горячие, листики пойдут в салат. Итак, у меня закипела вода, отправляем в неё наш лопух и засекаем 10 минут. Попробовала я одуванчики, не годятся они для салата, слишком жёсткие уже. Отправлю я их в горячие блюда. Своё целебное действие они окажут по-любому. Когда обжарятся, будут замечательные. Сейчас отожмём их как следует. Они, конечно, горчат, но ничего. У нас-то цель оздоровительно-профилактическая. Поэтому вы не подумайте только, что нам тут в Сибири уже кушать нечего стало. Поэтому мы питаемся лебедой да снытью да лопухами с мокрицей. Это вот в нашем случае это наоборот. Как раз устали мы уже от мяса и от рыбы. Ну, от рыбы не устали, конечно. Но от мяса точно устали. Ну, а работы много, тяжёлой работы. И вот и приходится для того, чтобы были силы изыскивать способы и методы. А я тогда вот, когда делала салаты из одуванчика, когда всё вот эта зелень как началась, я прям почувствовала, что это даёт силы. Ну, реально прибавились силы. ну, чего бы им не прибавиться. Это же не какое-нибудь там сами понимаете что из супермаркета. Это натуральное, никакого ГМО с огорода чистенькое. Итак, друзья, добавила я сюда порезанную мелко зелень лебеды. Сны перед этим была. И часть зелени лебеды я добавила в салат. Не знаю, не пробовала никогда. А сейчас мы возьмём черенки и положим холодную воду. Вообще, в идеале, конечно, вода должна быть очень холодной, можно со льдом. Ну, у меня какая есть, такая и вода. Сейчас мы их выловим. я специально сделала не отдельно, а в составе с луком, морковкой, лебедой, с нытью и ещё туда зелень лука пойдёт. Так, мы счищаем то, что отделяется такая плёночка сверху и отправляем черешки на сковородку. Она, видите, легко отходит сейчас. Они уже такие более-менее мягенькие. Мне надо поторопиться. Быстрее на сковородку пойду. Я помешаю. Всё, пора уже, пора, пора. Ну, вот, друзья, смотрите, как это выглядит. В общем, попробовала я его ещё до обжарки. Он же у нас варёный. Нормальный у него вкус и зря я боялась, что он будет невкусный. Единственное, что я вот сомневаюсь, будет ли он по моим зубам, но вот которые были там молоденькие, совсем черешки, было нормально. Сейчас я, наверное, добавлю лук джусай. Может быть, налью водички ещё чуть-чуть и закрой крышкой. и потом ещё в конце укропчика посыплю. Вот, полюбуйтесь, пожалуйста. Получился салат. Здесь у нас огурцы, мокрица, лебеда и зелень лука джусай. Так, ну вот, салат я посолила, заправлять я буду сметаной. Сметана у нас своя. Можно не экономить, сметаны полно. Одуванчики сосуды очистят. Мокрица тоже позаботится о том, чтобы у нас сильно много холестерина не появилось в сосудах. Так что можно безбоязненно. Это блюдо дотушивается. Немножко я переборщила с водичкой, но зато вот как на наши зубы должно быть мягенько. Молодёжь-то разгрызёт всё, что угодно, а нам-то надо уже помягче было. Ну всё, вы можете заправить чем хотите. Хотите маслом, хотите маслом амаранта, хотите маслом подсолнечным, оливковым, каким угодно. Я заправляю сметаной. Чего у нас много, тем и заправляем. ну а вам желаю здоровья, удачи. А, подождите, напоследок я вам хочу ещё историю рассказать. Была у меня бабушка Елизавета Фоминична. Вот в молодые годы она служила в армии, на фронте была. Она служила, называлась это, они были вольно наёмными. Она там в её обязанности входила прачкой работала, обмундирование воинскому, то есть этим военачальником короче стирала. И вот однажды их подразделение пошло в наступление и обоз, который доставляет продукты, задержался. И войско голодное. И что же делать тогда моя бабушка, пережившая голодомор на Украине? Она берёт большой мешок и идёт в лес. Сходила в лес, нарвала травы и приготовила такое блюдо, что ну всех накормила и все остались довольны и командование ей благодарность объявила. А повар между тем сидел и ждал, когда придёт обоз и там подвезут всё это. А она не ждала, а приготовила, всех накормила. я спрашивала какая трава там была, что там было. Она говорит, ну тут здесь вот в Сибири это всё не растёт. А я задумалась над тем, какие можно применить растения у нас. И вот посмотрите, ну что здесь покупного? Огурец, соль. И то, когда пойдут свои огурцы, а они скоро пойдут, то и огурцов там не будет. А здесь подсолнечное масло. И всё. Всё. Остальное всё своё. Гермогое. Вот так. Два блюда. Сейчас ещё рыбки пожарю. Сейчас, друзья, мы пожарим рыбку. Вот я насыпала муку, туда соль, приправы для рыбы. Рыбка. Ну, вот мы когда наловили её, потом почистили, порезали кусочками и заморозили. Сейчас просто она разморозилась, свеженькая, хорошенькая. Сковородку я разогрела. Сейчас рыба туда пойдёт. Смешиваем. Ещё на раз промываем, чтобы не было ничего лишнего. Так, вот обмакиваем в муке. И отправляем на разогретую сковородку. Плунники, конечно, можно было удалить, но у нас их любят. И плунники пообсосать любят. Поэтому не стала я их удалять. Они становятся такими хрупкими и обгрызают зубами. У кого зубы хорошие, вкусные. так, а ты что мычишь там, ты же рыбу не ешь. Он спорит с этим делом. Не согласен. хвосты, они будут есть, но это и их проблемы. сказали не обрезать. Все жарится. Все хорошо. Опять пошел дождь. Рыбка у меня жарится. Пока жарится рыбка, я попробую, что же тут получилось. Оно маленечко остыло. Меня интересует именно лопух. попробовал это блюдо я, друзья. Мне оно, ну, так скажем, понравилось, но не очень. А вот пришла дочка, ей понравилось очень. Палец вверх сделала. Так что на вкус и цвет. Ну, а для меня, поскольку это блюдо не гурманское, ну, то есть у меня цели не гурманские, а лечебные, то и буду кушать его как лечебное блюдо. Не знаю, что там гурманского находят в этом японцы, но они правда по-другому готовят. И они используют еще там соевый соус. Я соевым соусом не пользуюсь, потому что у нас нет нормальной сои в стране. Вся ГМО, поэтому лучше просто соль и все. А вот салат мне понравился. Ну, салат там из того, что я нового ввела, только листья лебеды были, а остальное все мне известно. Я давно уже использую листья мокрицы, так что ничего такого. Ну, вот. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, передавайте друзьям, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, успехов вам, пробуйте, наслаждайтесь и самое главное, будьте здоровы.